Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Ситрова. С каждым днём пермь становится всё наряднее и наряднее. Подготовка к Новому году продолжается. Вот и на городской эспланаде появился новый элемент украшения. Праздничная ротонда в натуральную величину. Металлическая конструкция, оформленная светодиодной подсветкой, а также искусственными ёлками. Это и фотозона, и арка, кому как понравится. Ну а в тёмное время суток ротонда, конечно же, светится и выглядит вот так действительно по-новогоднему. Начала преображаться к Новому году и площадь перед гостиницей «Урал». Напомним, в начале этого года здесь снесли торговые павильоны и хотели установить арт-объект под названием «Доисторическая ракушка». Но потом планы поменялись. На территории провели работы по благоустройству, а также отремонтировали выезд на улицу Екатериненскую. Ну а к Новому году было решено и здесь установить новогоднюю ёлку. Сейчас уже закончен монтаж зелёной красавицы. В скором времени её начнут наряжать. Ну а рядом с ёлкой, как и на остальных площадках, появятся светодиодные конструкции. Очередная контейнерная площадка, которая постепенно превращается в несанкционированную мусорную свалку. Находится она на пересечении улицы Пролетарской и проспекта Октябрят, что в микрорайоне Висим. Уже знакомая нам история, когда к самим контейнерам особых претензий нет. Не сказать, что они переполнены бытовыми отходами, но зато прилегающая к ним территория просто-напросто завалена спиленными ветками и автопокрышками. И если сейчас ещё на этом участке могут спокойно проезжать автомобили, то вполне вероятно, что в скором времени полоса для их движения станет уже. Пусть не быстро, пусть не сразу, но проблема с этой контейнерной площадкой разрешилась таки благополучно. Коммунальщики справились с мусором в два этапа. Сначала ликвидировали несанкционированную свалку с одной стороны площадки. Вывезли отсюда все спиленные ветки. Затем дело дошло и до старых автопокрышек. Их теперь рядом с контейнером тоже нет. Так что сегодня уезжаем с улицы Пролетарской. Исключительно с хорошими новостями. Несмотря на то, что на улице похолодало, пермики продолжают лепить снеговиков. Вот и Виктория Голева рассказала о том, что у них в Кондратово, во дворе дома номер 6 по улице Камской, поселился снеговик-гигант. Ну да, мимо такого сложно пройти и не заметить. Тем временем житель Кунгурского района Алексей Сметкин поделился с нами фотографиями необычного природного явления на реке Сылва. Уж не знаем, как там повзаимодействовали лед и вода, но картина получилась такая. Ну вот и все на сегодня. Нам остается лишь напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8 951 952 02 22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова